Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт. Страсти по GTA The Trilogy всё не утихают, и знаете, оно и неудивительно. Релиз трилогии обернулся тотальной катастрофой, и Rockstar сама это признала. Компания опубликовала обращение, в котором извинилась перед фанатами и дала обещание пофиксить проблемы и вернуть оригинальные версии игр в магазины. А кроме этого, Rockstar попросила игроков не срывать свою злость на разработчиков в соцсетях. Создатели ремастеров уже принялись за доработку, и на днях успели выкатить первый патч к версиям для PlayStation и Xbox. Среди общих правок пофиксили ошибки в локализациях, пропавших или криво расставленных коллизиях, почистили дырки в карте, поправили наложение текстур, камеру, расположение объектов, модели персонажей в катсценах и прочие моменты. Замечу, что в списке правок везде пишут об исправлении ряда таких-то ошибок, то есть исправлено ещё далеко не всё, даже в уже перечисленных местах. Подробный список исправлений, в том числе по каждой из игр трилогии в отдельности, можете посмотреть по ссылке в описании. Rockstar обещала запустить целую цепочку апдейтов, которые должны будут довести Definitive Edition до ума. Правда, ничего конкретного более не сообщается. А в это время самые ярые фанаты GTA уже успели детально исследовать ремастеры, так что даже обнаружили намёк на GTA 6, по их мнению. В Сан-Андреас, в одной из забегаловок под названием Lil Probein, развешаны фото НЛО в сеттингах различных игр Rockstar. И фотка дома, который не встречался ни в одной из игр студии. На форумах стали появляться всевозможные теории на этот счёт. По мнению фанатов, дом находится в городе Бокаратон во Флориде, где также разворачивался и сюжет Vice City. По слухам, именно Vice City и станет местом действия GTA 6. Также на это указывает надпись на билборде в GTA 3. В старой версии она гласила «See you in Miami», то есть «Увидимся в Майами». А в ремастере уже «See you soon», «Скоро увидимся». Однако подчеркну, что это всего лишь теории поклонников серии, не подтверждённые никакими официальными данными. Ни одна лишь Rockstar потерпела сокрушительная фиаско. Electronic Arts и DICE также получили явно не ту реакцию от игроков, на которую рассчитывали после выпуска Battlefield 2042. Отзывы игры в Steam просто разгромные. Из 31,5 тысяч обзоров лишь 25% положительные, что значит в основном отрицательный рейтинг. Среди жалоб игроки указывают на баги, на малый выбор оружия, отсутствие выбора серверов, невнятный интерфейс и неровную производительность, которая может отличаться даже на топовом железе. Также пишут про плохую регистрацию попаданий, что специалисты мешают командной игре, непонятно у кого брать патроны или просить лечения. В Battlefield 2042 не хватает ощущения того, что ты играешь с живыми людьми из-за отсутствия голосового чата и нормальной таблицы очков. Карты слишком крупные даже для 128 игроков, так что приходится очень много бегать. Но несмотря на это, одновременных игроков в батле на момент старта было свыше 97 тысяч. Для сравнения, в Battlefield 5 их было чуть меньше, 90 тысяч, а в Battlefield 1 всего 43. След за президентом Sony Джимом Райаном, Activision Blizzard раскритиковал и глава Xbox Фил Спенсер. В письме к своим подопечным он заявил, что в сотрудничество Xbox и Activision будут внесены корректировки. Это значит, что такого тесного взаимодействия, как раньше, между ними уже не будет. В остальном Фил повторяет слова Райана и завершает свое письмо следующей фразой. Такому поведению нет места в нашей индустрии. В ответ на это Activision сообщила, что корпорация ценит отзывы своих партнеров, что за последнее время успела внести очень важные комплексные изменения, и что руководство будет и дальше стремиться к обеспечению наилучших условий труда для их команды. К отставке котика уже призвали и альянс рабочих ABK Workers Alliance из Activision Blizzard, и даже некоторая часть акционеров компании. В общем, ждем отмены коварного Боба. Пока простые смертные играют лишь в бетку мультиплеера Halo Infinite, прессе уже позволили зарубиться в сюжетную кампанию. Правда, только в первые пять часов. Однозначно отлично были оценены бои, а вот впечатления от открытого мира смешанные. Одни говорят, что Open World освежил игру подобно Breath of the Wild Зельду, а другие, что намечающееся однообразие слишком уж походит на уже набившую оскомину Far Cry с ее авампостами. Помимо этого, пресса уделила внимание крюку кошки, которым оснастили мастера Чифа. Этот агрегат позволяет быстро взбираться на уступы, угонять транспорт, притягиваться к противнику и так далее, что стало знатной добавкой к классическому геймплею Halo. Крюк кошка изначально планировался только для онлайна, а разработчики боялись вводить его в сингл. Слишком уж сильно он грозил повлиять на геймплей. Но, как показали тесты, девайс отлично вписался в игровой процесс. Хоть и общее впечатление от первых пяти часов у сыгравших сложилось положительное, все же нашлись те, кто привнес щепотку негатива. Кому-то не понравились, опять же, аванпосты со своей рутиной, другие же огорчены визуальной частью. Infinite смотрится как прилизанная игра поколения Xbox One, но Next Gen'ом тут и не пахнет. Подробнее о первых превью читайте на нашем сайте. Halo Infinite стартует 8 декабря. Весной этого года создатели игры Overgrowth из Wolfire Games подали иск против Valve, обвиняя компанию Большого Гейба в нарушении антимонопольного права. Основными претензиями было то, что комиссия в 30% от продуктов разработчиков несправедлива, и что Valve не позволяет устанавливать в других магазинах цены ниже, чем в Стиме. Вентили заявили, что достоверных доказательств у истца нет, а потому иск хорошо бы отклонить. И вот на днях суд с этим мнением согласился и постановил, что Wolfire Games не приводит достаточных фактов о негативном влиянии предполагаемой монополии Valve на рынок. Однако это не значит, что всё закончено. У истца есть ещё месяц на то, чтобы поискать новые улики и подать жалобу повторно. Тем временем мультсериал по мотивам League of Legends Arkane вышел полностью, так что теперь можно вечерком завалиться в кресло и взахлёб посмотреть все 9 эпизодов. Отзывы у сериала до сих пор запредельные. На Rotten Tomatoes рейтинг свежести составляет 100%, хотя и некоторые комментаторы в сети были не особо довольны намёком на продолжение в конце. Буквально вчера Riot Games и Netflix анонсировали второй сезон. Анимацией по-прежнему будет заниматься студия Fortage, а шоураннерами остались Кристиан Линке и Алекс Йи из Riot Games. Выйдет продолжение нашумевшего мультсериала не раньше 2023 года. Коротеньким мультфильмом-слэш-трейлером обзавелось обновление Око за Око, являющееся кроссовер-апдейтом для Don't Starve Together и Terraria. Ролик демонстрирует, с чего началось пересечение двух миров. Вместе с обновлением в Don't Starve Together появилась возможность сразиться с глазом ужаса и близнецами ужаса. Появились новые рецепты еды, скины предметов в стиле террария и ужасающий сундук с шестью скинами. В террарию же завезли константу, которая запускает отдельный кроссовер-мир со своими правилами, влияющими на геймплей. В нём можно встретить циклоп оленя, а новые предметы по мотивам Don't Starve, включая питомцев, выпадают в константе гораздо чаще. Око за Око доступно только на ПК. Появилась новость о ещё одном кроссовере. На этот раз скрестят мечи рогалик Dead Cells и метроидвания Hollow Knight. Правда, единственное, что известно о кроссовере на момент написания новости, это то, что в первой появится гвоздь полого рыцаря в качестве нового оружия. Но ждать осталось недолго. Кроссовер явится уже сегодня. И завершим сегодняшний выпуск новостью об экранизации червяка Джима. Interplay Entertainment планирует запустить анимационный сериал Earthworm Jim Beyond the Groovy, в котором расскажет нам о космических приключениях Джима и его команды, двух других червяков и гигантского быка, в попытках найти Землю. Выйдет мульт про дождевого червяка скоро. Но зато уже сейчас можно посмотреть рисованное интервью с Джимом. Примерно так, скорее всего, и будет выглядеть сериал. Комментарии выпуска. Ян настолько всех запугал своим «Доброе утро!» вьетнамским приветствием, что зрители уже с опаской встречают новые инфакты. Или инфаркты. За минувшие несколько дней Stop Game успел прямо обогатиться свежим контентом. Тут вам и превью мультиплеера Halo Infinite, и обзоры Sherlock Holmes Chapter 1 и Defend the Rook, новый выпуск ReFunda, а также видео-обзоры Call of Duty Vanguard и GTA The Trilogy. Приятного ознакомления и хорошего дня!